Перед тем, как произнести вам имя моего следующего героя, признаюсь, имя уже известно одному человеку. Этот человек – каскадер. Он выполняет очень сложные трюки с лошадьми. Давайте посмотрим. Привет, студия. Привет, Маша. Когда я узнал о поступке нашего героя, профессионал, я был удивлен. Я восхищаюсь его поступком. И сейчас я кое-что вам покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для исполнения таких трюков я тренируюсь ежедневно. Человек, который сидит в вашей студии, проделал это все без подготовки. Владимир, здравствуйте. Я очень рада видеть вас в нашей студии. Для меня большая честь называть вас героем нашего проекта. Если вы не против, мы перенесемся на 11 лет назад, но только на нашем диване, чтобы зрители могли узнать, какие смелые и отважные парни живут в нашей стране. Идемте. Пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Около 11 лет назад, вам тогда было всего 15 лет, вы совершили очень большой поступок. Вы спасли двоих деток. Владика и Миша. Три-четыре рожки были. И, конечно, вам очень остались благодарны их родители. Ну, в общем, давайте сами все смотреть. Внимание на экран. Мы собирались там в гости еще ехать до кумов. И так, чтобы легче было с двумя детьми, мы ехали киньми. Пока я там собиралась, дети уже попросили на віз. Человек посадил их на віз. А я там что-то хотела замкнуть хату. Закривала я эти двери, и мне там не вийшло, что закрити. Чисто, я что-то не помню. Доброе, я гукнула на него. Я взял буквально два-три метри. Чи они ударили коня, чи як-то не взяли. Кинь, галопр, сразу понесли. Я даже не спів дать догнати. Все люди бегали по селі, уже за тим конем. Бо, дети плакали, кричали, уже доганяли. Я бегла до середини вулиці, и втратила свідомість, впала. И помню только то, что уже мене сусіди подсовывают велосипеда. И я схопила того велосипеда и поехала. С думкой, что там, где они, как они. Это же маленькие, два с половиной, одному другому, более четыре, почти. Тоже величезная траса. Думаю, хочешь бы ни какая-то машина, где-то. Я не знаю. Кинь пробег десь 4-5 километров. Вова, еще своим другом, тогда как раз вернулся домой. И уже почти при выезде на трасу они увидели, когда вернулся туда. И швиденько велосипедом развернулся и догонять другого воза. Он рассказывал, что скочил на коня. В первый раз не получилось достать вожжи. Чи кинь их наступил, чи как. То он с другого разу эти вожжи достав. И тогда он их потягнул, там, где уже кинь геть стал полностью. Это нужно, какому-то дитину, быть хороброю. Это сделать. Когда он остановил, то он сказал сразу к детям, потому что они очень плакали. Но он потерял сознание. Видно, тогда этот страх появился, когда все закончилось. Он очень рискован. Даже если кто-то... Я никогда не поверю, что это... молодая дитина может таки сделать. На наступный день я приходила до школы, и я тогда весь класс оголосила, что это наш лечебник. Но Вова не гордился, и он был добрым, то грешил за всеми, а так и всем. И был дальше. В тот момент Вова был на рік меньше за меня. Даже в думках, я бы так не смогу сделать, как он. Я бы разрушался сразу. Героичный поступок. Когда я уявлял себя в тюмить, когда Вова нас спас, я думаю, что я не смог бы так сделать хоробу, как это сделал Вова. Вова, ты классный пацан. Я очень благодарен тебе за то, что ты вернувал моё жизнь. Я рад, что я могу брать из тебя приклад. Я очень благодарен. Если бы не ты, то мне, возможно, сейчас бы тут и не было бы. Ну, тяжело вспоминать. Тяжело. Страх. Вы вспомнили тот страх, который вы испытывали, которые вы испытывали. Я тоже люблю, как братьев. За детей вы сильно испугались, да? Да. Хайдут с дороги, а изгадывают про меня я прошусь. Какой же вы хороший, как вы мне нравитесь. Нам каскадер сказал, вот такой разъяренный, испуганный конь, это очень опасно. Да-да-да. А как дети вмешают, Владик, начали кричать, то он шайки по скорости набирает и не лякается. А как дети вообще удерживались в этой повозке? Там была доска так прибита, но они вырушились. То есть, получается, что на этой скорости они могли еще и выпасть в любой момент. У вас все на секунды шло? На секунды, да. Вокруг было очень много людей. Да, было. Все не могли как-то догнать, не знаю, чего. А пытались, Володь? Пытались, да. Я тогда, как заскочил, то я их просил, чтобы меня за ноги тримались. А как остановить коня такого? Я ляг просто и доставал железь. То есть, вы лежали на коне, дети держали вас за ноги, а вы держали вожжи и пытались... Вожжи я до земли доставал. Они сунутся по земле. То есть, вы за гриву, получается, уже держали? С ума сойти. Впереди еще овраг был, ведь, да? Да-да. Допнил коня, его привязав же, и их звозил, высадил, обнял, и впав в руку. Я не помню, кто меня до дома привез. Володь, а вы понимали, что вы могли погибнуть? Да. В тот момент понимали? Да. Ну, мог бы там копытом добрый по голове дать. Мог бы инвалидом стать его. Вы сами даже не боялись погибнуть, а важно было спасти этих деток. Сильно. Спасенные вами Михаил и Владислав в нашей студии. Пришли вас поблагодарить, и, конечно же, своими родителями. Виктор, Руслана, берите парней и выходите к нам. Здравствуйте, здравствуйте, проходите, пожалуйста. Присаживайтесь, пожалуйста. Вы, когда говорите дома о Володе, друг с другом, как вы его называете между собой? Деколи-коли какой-то приклад ставим. Вот, как твой спаситель, как твой рядуник? Вот это я хотела услышать. если ангел-охоровец, он, а уж, смотрите, пошел в овощи, например, по улице, где-то там побачим. Вы спаситель и ангел-хранитель? Ребята, скажите мне, пожалуйста, вы совсем маленькие были, когда это произошло. Как вы узнали впервые о том, что вот ваш односельчанин это ваш ангел-хранитель? Мама рассказала тоди на моё день народжения, как мне было уже 5 роков. Рассказывали, что Вова врятовал, он ехал на велосипеде и догнал коня и застрел и зупинил. Это треба силу мати, чтобы так швидко догнать его. Я думала, что так не бывает, что так только в кино бывает. Ну, с талантом своим швидко догнал нас, зупинил. Ваша семья номинировала Владимира на участие в нашем проекте. Я вам за это очень благодарна. Мы тебе хотим очень благодарить за своих детей. Спасибо тебе так щирому, доброму, надежному, верному. я ни в одному слове не помилилася, потому что никого в селе не скажет ничего плохого про голову. Кожен знает эту историю, переповедает одни одному. Саме благодаря тебе мы можем радить жизни. Я даже не хочу думать о том, что было бы моё життя сейчас, если бы не ты. Хай Господь бережи твоих детей, збереги наших детей. Хай буду. Спасибо. Вы только что сказали, Русланна, о семье, о детках Володе. Давайте о приятном поговорим. Володя, у вас сколько деток? Троя. Старшую звати Катерина, сім роков. Друга Уляна, п'ять. Ох хлопец шесть месяцев будет. Ах, совсем маленький. Как зовут? Ваня. Ох, как хорошо. У вас большой дом, большое хозяйство. Картошка, огороды, кури, гусы, две коровки. И что хотим одну? А купить это очень дорого? Это 50 тысяч в 10. А сколько вам нужно работать, чтобы купить корову за 50 тысяч? 40 может 7, чтобы купить деньги. Ну да, придется поработать, конечно, 7 лет. Тот подарок, который мы подготовили, скорее всего, вас как-то простимулирует, даст вам сил. Пожалуйста, подарок Владимиру. Что же может быть? в такой коробке. А ну-ка. Как вы думаете, что там? Корова не влезет. Корова, да, корова не влезет, Володь. И даже маленький поросеночек не поместится, видите? Ну, открывайте, давайте. О, боги. колокольчик. А ну-ка, давайте. Ай, сразу селом запахло. А это что? А это что, люди? Это кто забыл? Это зачем нам? Это ошейник? Так, ну, чего-то не хватает, да? Угу. Смотрите, чего вам не хватает к этому ошейнику. Ну что, девочки, дорогие родные, привет! К вам приехал, к вам приехал Дима Калиденко, дорогой. А, по-моему, как дела? Начинаем кастинг. Как кажется, у нас в Украине на саму найкращую. Рога-рогатые. Глаза. А что за глаза? Просто небо, нос какой. А ты мне что-то не подходишь? Не-не-не. Чего ты такая веселая? Эй, пробудысь! Так, ну что делать, а? Зойка, и звезда в лбу горит. Ты мне подходишь, ты суперкорова, потому что мне нужно супермолоко. Не для меня, а для детей. Зорька моя дорогая, сейчас я буду доить дядя Дима. Получай удовольствие. дядя Дима. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вова, это зорька и молоко твоя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь, Володя, идемте. А то вы с колокольчиком смотритесь очень странно. Нужно его повесить на обладательницу. А ну-ка, идем-идем, ребята, со мной. Идем-идем. Володя. Смотри. Здравствуй, Зорька. Вот твой хозяин Володя. Так. Ну что, надевай колокольчик. Зорька, Привет! Сюрприз-сюрприз, Володя! Это корова ваша! Дякую! Смотри, какая красавица! Мне сказали, что может этот букет ей. Говорят, что она этот букет очень хочет. Да, Зоря. Зорька? Ну что, Вов, мечты сбываются? Да, я не ожидала. Вова, вы не просто молодец. Вы человек, на которого нужно равняться. Спасибо вам большое. Я вами горжусь. Пускай Волынь знает своих героев. Можете пока знакомиться с Зорькой, а я побегу. Такие люди, как Владимир, заслуживают признания всей страны. Именно поэтому существует проект Сюрприз-сюрприз. И мы продолжаем. Не думал, что в корову подарить. Я не думал. Что-то с доставкой. Дякую вам. Оси Завову очень рады. Переповнюють почутки. Погали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Продолжение следует...